Сегодня я вам расскажу о новом направлении в фитнесе и спорте. Это ботинки Кангу или Кенгу Джамп. То есть правильного направления и названия еще им не придумали. Это модель ботиночек, самая уникальная прыгающая обувь. Она защищена была в Швейцарии на международном уровне. Тут благодаря всем вот этим вот пружинам снижается усталость и напряжение на суставы до 80%. Ограничений никаких нет в возрасте, также в спортивной подготовке. То есть если человек не подготовлен никак, он может спокойно прийти и с первого же дня начать уже в них заниматься. Благодаря этим ботиночкам эффект сжигания максимальный. То есть это является самой эффективной тренировкой по приведению себя в форму в максимально короткие сроки. Улучшается координация, улучшается наша осанка. Плюс это задает максимально позитивный эффект, так как тренировки проходят больше в танцевальном ритме. То есть это не просто так, что вот, поехали, гоняем друг друга. Мы танцуем, отдыхаем, мысли где-то впрочь. То есть мы уделяем большое внимание именно тренировкам. Лен, ну давайте попробуем с вами позаниматься. Расскажите, как правильно их обувать. Смотрите, значит принцип у нас полосочки. Это для того, чтобы максимально зафиксировать ножку. Открываем черный ободочек, это для того, чтобы можно было регулировать ее. С серой кнопочкой мы попускаем, делаем либо больше, если сильно переборщили, либо чуть-чуть поменьше. То есть это позволяет нам полностью зажать свою ножку. Потом мы одеваем как ботиночек обычный и регулируем уже под свою плотность ножки, как бы, чтобы она не спадала. В общем, в основном это идет как бы принцип роликов. Главное, чтобы все затяжечки были хорошо плотно зажаты. Язычок ни в коем случае не давил, то есть потом, чтобы будут поранены ножки. Ну и продолжаем фиксировать ножку. Так, ну пробуем. Тренировка считается в основном кардио. То есть она разгоняет сердечно-сосудистую систему. И благодаря тому, что вес одного ботиночка 2 килограмма, то есть помимо этого мы еще качаем ножки. Потому что у нас на каждой ножке по 2 килограмма веса. То есть это идет еще в способствии на развитие мышц. Тяжело, конечно, на них очень стоять. Да вот первое время пока нет. Они сейчас еще как бы вот конкретно нет координации. Поэтому, когда я говорила о том, что разрабатывается полностью наша, ну то есть осаночка, благодаря этому мы можем устойчиво на них стоять. Они как лодочки дают нам возможность переваливаться. Но главное не сильно вперед, чтобы не упасть с них. Ну с них, конечно, никто не падает, но просто мало ли такие риски могут быть в любом случае. Поэтому стоим плотно на них устойчиво. Сейчас для начала мы учимся ходить на них. То есть ножки на ножку, поднимая коленочку. Именно наступаем вниз. Для того, чтобы прочувствовать, как работает пружина. Слышно, нет? Да. Давливаем, да? Это уже легче становится, да? Да. То есть, когда мы начинаем прыгать, они за счет этого помогают нам, конкретно амортизируют нам ботиночки. Итак, ну я предлагаю начать тренировочку. Давай попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...